Здравствуйте, я Ксения Колесниченко, программист компании BI Consult. Сегодня мы с вами начнем разбирать задания марафона по кликсенсу компании Data Yoga. Мы начнем с заданий третьего дня и выполним оба и корпоративный вариант, и вариант для дата журналистики. Первое, что нам необходимо сделать, это поместить скачанные приложения в папку по пути Компьютер, Документы, Клик, Сенс, Апс. И тогда мы сможем открыть приложение в хабе. Ну что ж, начнем с приложения с корпоративным вариантом. Напомню, что на первом этапе задачи ознакомиться с дашбордом и попробовать, как работают фильтрации, если нажимать и выбирать данные на самих визуализациях. Мы выбираем лист численности штатных сотрудников и начинаем применять фильтры. Но единственное, о чем я хочу предупредить, здесь так заложены формулы, что в текстовых объектах количество персонала, мужчин и женщин, не работает фильтр по полу. Хотя, то есть если мы выберем пол, мужской или женский, значение в данных объектах не изменится. Хотя на других визуализациях вы изменения по полу сразу же увидите. Давайте попробуем применить изменения пола на круговой диаграмме гендерный состав. Нет ничего проще, чем это сделать, просто берем, щелкаем, щелкаем и вот мы видим. Почему мы видим, что у нас точно применился данный фильтр? Во-первых, у нас стала отображаться цветом только та область, которая у нас выбрана. Мужчины у нас сразу же стали серенькими. Во-вторых, мы вот здесь видим, что применен фильтр по мужчинам. В-третьих, вот здесь вот на таблице, которая в нижнем правом углу динамика численности по функциям, мы видим, что в графе итоги мы видим, что у нас 1696 женщин. Вот здесь вот в распределении сотрудников по стажу, если мы пересчитаем ручками, то у нас тоже получится 1696 человек. В линейном графике динамика численности мы, в принципе, тоже это можем увидеть. Если подведем курсор мышки к февралю, мы увидим, что в феврале 2019 года было 1696 человек. Вот мы, к сожалению, не видим это непосредственно на графике, потому что у нас так заданы данные, что цифры меньше 2435 не отображаются. В принципе, вернемся к самой задаче. Что еще мы можем сделать? Мы можем, например, выбрать другой временной период, например, март. Выбираем март. Год у нас вроде как уже задан, 2019, но есть одно но. На марте 2019 года, в принципе, нет исходных данных. Поэтому у нас автоматом выбирается 2018 год, и мы вот здесь вот это сразу и видим. Вот. Что мы можем еще сделать? Ну, например, вот здесь вот график полувозрастной состав. Мы можем, берем, выбираем пару интересующих у нас групп, да. Получится у нас от 28 до 42, да. Что у нас еще получится? Зажимаем Ctrl, выбираем любой другой еще период, да. У нас получится от 57 до 62. Ну, теперь мы можем посмотреть на фильтре, проверить. Вот, я говорила, с 28 до 42, да, и с 57 до 62. Так и вышло. Соответственно, здесь сереньким мы видим все возрасты, да, возрастные группы, которые мы выбрать можем, но они неприменимы. Но мы их не выбрали. Например, мы можем добавить сюда людей в возрастной группе 21 год. Да? Все добавили. Вот. А, например, людей в возрасте 118 лет мы не можем добавить, потому что их, видите, над темно-серым цветом отображено, потому что они не относятся к данной группе, да. В группе женщин в марте 18 года таких женщин в таком возрасте нет. Так. Ну, собственно говоря, что мы еще можем сделать? Ну, мы можем, например, на графике распределения сотрудников по стажу выбрать один или несколько вариантов, да. Зажимаем shift, и у нас получается несколько вариантов. 3-6 месяцев и 3-5 лет, например. Конечно же, физического смысла нет, да, но это вопрос возможностей кликсенса, да. Давайте посмотрим на возможности таблицы динамика численности по функциям. Мы снимаем все фильтры, да. Например, снова, если мы выбираем функцию, например, финанса, да, мы сразу же проваливаемся на второй уровень, это уровень должностей, да. Они могут быть как уникальными, так, ну, вот, например, ведущий бухгалтер. Понятное дело, что кроме финансов вряд ли где-то мы такую должность встретим. А, например, главный специалист или начальник отдела, это уже чаще встречающийся случай. Например, мы выберем должность ведущий бухгалтер. Да, мы проваливаемся на третий уровень иерархии КФН полно, да. Попробуем выбрать бухгалтерский учет и получим 302 человека. Оп. Ну, кстати, мужчин меньше одного процента получилось. А можем снять все фильтры и выбрать, например, в тех же финансах людей с должностью главный специалист. Ну, не все фильтры, да. Вот мы проваливаемся на второй уровень. Мы видим, что таких людей 77 человек, и все они относятся к функции финансов. Да. Но если мы уберем фильтр с функции, да, то мы увидим, что у нас в должности главного специалиста работает 354 человека. 98 у нас работает там в информационных технологиях, 77 в финансах и так далее. Обратите внимание на функциональность самих примененных фильтров. Они очень удобны для того, чтобы корректировать выбор, например. Можно одновременно выбрать несколько должностей. Например, вот у нас есть главный специалист, да, а мы можем взять еще и ведущего специалиста. Ой. Ведущий специалист. Оп. Да, у нас применены два фильтра из 234. Ну, давайте попробуем применить фильтр по функции, да, и прокрутить его вниз. Например, мы выбираем там управление персоналом, да. Вот у нас есть главные специалисты и ведущие специалисты. А здесь в самих фильтрах мы видим, да, у нас ведущие и главные специалисты. Еще в функции управления персоналом существуют администраторы, бизнес-тренеры и так далее, да. Мы видим черным по светло-серому написанным. Как только мы добираемся до тех полей, которые написаны белым по темно-серому, это значит, что данные должности не имеют никакого отношения к нашей, к примененному фильтру по функции. Да, потому что, ну, логично, что администратор баз данных в управлении персоналом – это необычная должность. Обратите внимание на верхний правый угол области визуализации, вот этот, да. Ну, выберем, например, функцию безопасность, да. Мы увидим, что при таком фильтре в должности у нас есть два цвета, да, если мы снимем еще должность, да. Мы увидим, что есть два цвета – беленький и темно-серый. Как только мы выберем хоть один вариант, да, сразу же все те, кто были белыми, станут светло-серыми. Это значит, что мы можем их выбрать, а те, которые белым по черному, мы выбрать не можем, потому что их нет. Аналогично то же самое можно сделать с регионами. А вот если вы выберете, опс, если вы выберете несколько вариантов месяца, да, например, то здесь у вас будут изображаться данные только за последний месяц, за самый старый. Обратите внимание также на такую замечательную функцию, как просмотр исходных данных. Например, вот снимите все фильтры и примите фильтр по августу 2018 года. Август 2018 года. Мы увидим, что на графике половозрастного состава появился очень большой хвост по мужчинам, да. Берем, кликаем в любую точку, выбираем «Просмотреть данные». Что мы видим? Да, у нас отсортировано по возрасту, да. Мы видим, что, да, в исходных данных есть 21 мужчина в возрасте 118 лет. Появление хвоста понятно. Ну что ж, переходим ко второму заданию. Определить, сколько женщин со стажем от 3 до 5 лет работало в декабре 2018 года в финансовой функции Краснодарского края. Мы выбираем по полу женщин. Стаж от 3 до 5 лет. Применяем период декабря 2018 года. Выбираем финансовую функцию и Краснодарский край. Мы видим, что у нас 3 женщины работало с такими признаками. Третий вопрос звучит так. А теперь перейдите на второй лист и обратите внимание на расцветку фильтров и можете поиграться с ними. Переходим на другой лист и мы видим, что здесь применены все те же самые фильтры, которые у нас и были. У нас выбраны женщины со стажем 3-5 лет, финансы Краснодарский край. Мы видим, что мы можем выбрать, например, ведущего бухгалтера или начальника отдела. Только два варианта должности и только три возраста. Мы можем выбрать либо другие регионы, либо сразу несколько. Например, вот так. Или выбрали. Или, например, мы можем здесь в регионе что-то снять. А Калининградскую область мы не можем выбрать, потому что существуют ограничения другого рода. Применены какие-то фильтры, которые не дают выбрать эту выборку. Так, переходим к четвертому вопросу. А теперь ответьте на вопросы согласно тем же условиям, что и в пункте 2. Есть ли сотрудницы, работающие более 10 лет? Так, ну, во-первых, мы снимаем с региона. Оставляем здесь только Краснодарский край. И мы смотрим возраст, стаж 5-10 лет. Мы видим, что таких... Если мы придем назад, вернемся на предыдущую страницу, мы видим, что таких женщин 7. Со стажем 5-10 лет, а со стажем более 10 лет? А со стажем 10 лет и более? Нет, к сожалению, нет таких вариантов. Максимум женщины там работают 10 лет. Вот так. А теперь переходим к пятому пункту. В каких должностях вообще работают женщины, если не учитывать их стаж работы? Все остальные фильтры сохранены. Женщина, Краснодарский край, финансовая функция декабря 2018 года. Давайте посмотрим, какие должности. Ведущий бухгалтер, начальник отдела, главный специалист, директор управления, главный бухгалтер и начальник отдела, заместитель главного бухгалтера. Мы это же сможем увидеть и на следующей странице на фильтре. Вот здесь 5 вариантов. И здесь их тоже 5. Вот мы и справились с нашей задачей. До скорой встречи при выполнении заданий следующих дней.